Здравствуйте! В эфире «Итоги» в студии Ян Гермишов. В начале коротко о главных темах выпуска. Более 100 тысяч тонн грунта с соляркой собрали в Норильске спасатели. Работы по ликвидации разлива топлива продолжаются. Что сейчас происходит на месте экологического бедствия и какие задачи поставил президент? В край полным ходом идет подготовка к голосованию по поправкам Конституции. Какие меры безопасности будут приняты и как будут работать участки? Рынок недвижимости, несмотря ни на какую пандемию, оживает. Что сейчас происходит с ценами на квартиры и дачи? Оперативно ликвидировать ущерб и восстановить экологическую среду. Такое поручение в пятницу дал президент России Владимир Путин на совещании о последствиях ЧАЭС в Норильске. Там с начала июня продолжаются работы после разлива топлива из резервуара ТЭЦ-3. В почву и местные реки попало более 20 тысяч тонн солярки. В совещании по видеосвязи приняли участие представители федеральных министерств, а также губернатор края Александр Ус. Участники совещания отчитались. Удалось собрать уже более 30 тысяч кубометров водно-топливной смеси и более 100 тысяч тонн загрязненного грунта. Все это хранится в герметичных резервуарах и не представляет угрозы для окружающей среды. Чтобы откачать собранную смесь, планируют проложить трубопровод до места утилизации. На ликвидацию последствий катастрофы Норникель уже направил около 5 миллиардов рублей, но сделать еще предстоит очень много. Вот что сказал на совещании губернатор Александр Ус. Объединенная группировка, которая была создана буквально в считанные дни, действительно провела очень эффективную работу. И основные неотложные мероприятия по ликвидации аварии, они выполнены на очень хорошем, качественном уровне. В то же время работы, конечно, здесь еще предстоит много, не только технической, но и такой системной, устремленной на перспективу. Речь идет, в частности, о необходимости повышения уровня промышленной безопасности для того, чтобы не допустить такого рода ситуации в будущем, и о механизмах, понятных для людей, компенсации нанесенного ущерба. Владимир Путин поблагодарил всех за проделанную работу и распорядился провести проверку аналогичных объектов по всей стране, чтобы не допустить повторения подобных ЧП. Главное обеспечить именно качественное восстановление почв и водного пространства. Поэтому надо продолжать вести самый строгий контроль за ликвидацией последствий аварии, а также за хранением и транспортировкой загрязненного грунта. В прошлый раз вы докладывали мне, что это будет не так просто. Очевидно, что последствия аварии для окружающей среды и водного биоразнообразия тяжелые. На рекультивацию и восстановление потребуется значительное время. И сотрудники компании «Нурникель» обязаны продолжать работу до полного устранения нанесенного ущерба. И, конечно, важно извлечь уроки из сложившейся ситуации. Тем временем, по оценкам экспертов, самый напряженный период чрезвычайной ситуации в Норильске завершается. На этой неделе там прошло совещание с участием федеральных министров, надзорных органов, губернатора края, а также представителей коренных малочисленных народов. Обсуждали спасательную операцию, какой ущерб нанесен окружающей среде и как будут восстанавливать экосистему северной территории. В 20-х числах июня всероссийский уровень реагирования планируют отменить и действовать в режиме регионального. Сейчас на месте ЧП все еще работает большая объединенная группировка спасателей. Это 728 человек и 298 единиц техники. Какова сейчас ситуация в Норильске? Подробности в нашем сюжете. Камера не может передать, но даже спустя три недели после аварии в воздухе стойкий запах топлива. Спасатели по-прежнему тщательно собирают с ручьев и реки Амбарная солярку и наполняют водно-топливной смесью резервуары. В них уже больше 30 тысяч тонн жидкости. Казалось бы, уже в очищенных местах то и дело снова появляются на поверхности пятна. Специалисты объясняют, топливо дождями смывает с берегов. Сейчас экоинспекторы измеряют концентрацию нефтепродуктов в емкостях, чтобы определить, сколько горючего еще остается в окружающей среде. За счет сепарации вода будет отделена от топлива, а затем, по прогнозам специалистов, это топливо можно будет использовать, что называется, по назначению. Что касается грунта, то пока окончательного решения о том, как оттуда будет извлечено топливо и что делать с грунтом, пока такого решения нет, но активно работы здесь ведутся как нашими, так и зарубежными специалистами. Эксперты утверждают, что в течение месяца решения найдут, а пока рядом с местом аварии идет рекультивация пострадавшей от разлива почвы. На место прибыла и дополнительная группа инспекторов Росприроднадзора. Мониторинг продолжается постоянно, то есть мы сопровождаем ликвидационные мероприятия, каждый день мы берем пробы. Сейчас всего взято больше 300 проб, это мы и смежники, в том числе и министерство региональное. Также мы берем пробы по грунту и на сегодняшний момент мы взяли три пробы по отходам. Мы не уйдем, пока не поймем, что фоновые значения у нас достигнуты до нормы. Это будет не быстро. Процесс восстановления экосистемы Заполярья займет годы. Оценить размер ущерба можно будет только после полного завершения работ на месте ЧАЭС. Курс реабилитации будут разрабатывать ученые Сибирского федерального университета совместно с коллегами из Норвегии и Франции, а также представителями коренных малочисленных народов. Радует то, что самые пессимистические прогнозы развития ситуации не подтвердились. Благодаря профессиональной работе спасателей, например, удалось защитить уникальное озеро Пясино. Мы летали на устье озера, посмотрели обстановку, сами воду взяли, понюхали, потрогали и анализы, естественно, Роспроводнадзор проводит. Я очень рад. Я больше всего переживал, потому что там самое большое течение, а там дальше уже Карское море. То есть разлива в этой зоне нет. Практически ПДК превышена где-то минимально только на начальной стадии озера. В ближайшие годы предстоит еще решить, как сделать так, чтобы подобное не повторилось. В Госдуму внесен законопроект об усилении экологических требований и ответственности промышленников, особенно в арктической зоне. Ведь на этой территории планируют реализовывать инвестпроекты российского масштаба. В частности, компании должны будут создавать ликвидационные фонды, усилят и региональный контроль за топливными предприятиями. Мы продолжим следить за ситуацией в Норильске, а пока к другим темам. До начала общероссийского голосования по поправкам в Конституцию осталось три дня. Оно начнется 25 июня в четверг и продлится до 1 июля. Это сделано, чтобы у каждого была возможность прийти и в то же время избежать скопления людей на участках. Наши корреспонденты на этой неделе следили, как проходит подготовка к голосованию. Горы коробок с медицинскими халатами, перчатками, антибактериальными ковриками и антисептиками. Все это отправляют на участки, где будет проходить голосование по поправкам в Конституцию. Только одноразовых масок отгрузят 2 миллиона штук. Мы продолжаем приемку и отгрузку всех необходимых средств индивидуальной защиты, в том числе и канцелярии. Мы на сегодняшний день уже порядка 80% приняли на склад, собрали, упаковали и отгрузили в территорию Красноярского края, включая Крайний Север. Всю эту защиту будут раздавать членам участковых комиссий, наблюдателям и каждому, кто придет голосовать. Все это утилизируется, все меняется, через два часа обрабатывается, детсредства все получены, одноразовые ручки, которыми будут люди пользоваться, пакеты, куда мы упаковываем, заявления, маску, салфетку антибактериальную. На сегодняшний день все есть, мы готовы. Меры безопасности беспрецедентные. На входе участка каждому измерят температуру. Только после этого можно будет зайти в зал для голосования, но общаться с сотрудниками комиссии придется на расстоянии. Откройте паспорт, пожалуйста, на развороте с фотографией, фамилией, именем, почтой. Ну, спасибо. Чтобы избежать скопления людей на участках, на голосование отвели целую неделю. Это голосование немного особенное. Оно начнется с 25 июня по 30-е. Это так называемое голосование до дня голосования. И 1 июля непосредственно уже будет основной день голосования. Режим работы комиссии с 8 утра в это время до 20.00. В крае будут работать более 2000 пунктов для голосования. Многие красноярцы собираются прийти на участки. Конечно, 1 июля я пойду на голосование 100%. Это гражданская позиция моя, соответственно, обязательно надо идти. Просто по возможности пока я не знаю. То есть как бы и пойду, и не пойду. Как ляжет? Нам же жить дальше с этим. Поэтому стоит сходить и проголосовать. Тем временем в крае начали работать волонтеры, которые подробно рассказывают всем желающим о сути поправок в Конституцию. В Красноярске задать вопросы активистам можно в популярных местах отдыха. На набережной Енисея, в парках и скверах. Наша главная задача – это все-таки проинформировать. Есть два ключевых вопроса, которые нам задают. Это какие поправки, в чем их суть, либо где я могу проголосовать. Это и есть наша задача – осведомить, рассказать о том, что предлагается внести, в чем суть 32 поправок, предлагаемые для внесения в Конституцию, когда будет проходить голосование и где каждый, если вдруг он не знает, может проголосовать. Для тех, кто хочет узнать больше о Конституции во время голосования, будет проходить викторина с ценными призами. Ее организовала Красноярская ассоциация юристов России. В ней сможет поучаствовать каждый, кто придет голосовать. Вопросы несложные, всего пять вопросов. Цель этой викторины – побудить людей ознакомиться, прочитать Конституцию, которая содержит основные наши права. Она написана простым, доступным языком. Всего 137 статей. Для победителей викторины приготовили дорогостоящие призы – полсотни смартфонов, 10 легковых автомобилей и 10 квартир. Прекрасный вид на Енисей, на Новый Николаевский мост. Вот такой живописный вид открывается из окна 12 этажа. Однушка, чуть больше 30 квадратов. К заселению почти все готово. Есть сантехника, двери, сделан ремонт. Дома – это непосредственно все новые, теплоэнергозаберегающие, умная система водоотведения. Поэтому здесь, конечно, будет обеспечена низкая коммунальная плата. Вся социальная инфраструктура тоже, видите, она предоставлена. Имеются и детские площады, и подземные парковки. Владельцами такого жилья и станут победители викторины 2020. Бланки с вопросами будут раздавать волонтеры рядом с участками для голосования по поправкам в Конституцию. Начиная с самого первого его дня – с 25 июня. И добавлю, внимание, победители викторина на знание Конституции, которую проводит Красноярская ассоциация юристов России, где разыгрываются те самые квартиры, машины, смартфоны, будут объявлять на нашем канале в программе «Утро на Енисеи» ежедневно с 26 июня до конца месяца и 1 и 3 июля. Не пропустите эфиры «Утро на Енисеи». А далее в выпуске расскажем, какие события будут проходить на следующей неделе в память о Великой Отечественной войне. И проанализируем ситуацию с коронавирусом в крае. Об этом после небольшой паузы. Возвращаемся к итогам. 786. Столько жителей края заболели коронавирусом за рабочую неделю с понедельника по пятницу. Это меньше, чем было на прошлой неделе. Поправились 372 пациента. Больше всего в Красноярском крае болеют коронавирусом молодые и трудоспособные люди. Такие неожиданные данные обнародовали на этой неделе санитарные врачи. Режим самоизоляции уже снят, но многие ограничения остались. Тем не менее и нарушений достаточно. Татьяна Потанина проанализила ситуацию с коронавирусом в крае. На улицах Красноярска все теснее. Теснее становится и в ковидных госпиталях. А между тем в крае действует только первый этап снятия ограничений. Режим послабления при переходе на первый этап не позволяет жителям массово гулять на тех же детских площадках на придомовой территории. Обязательно ношение лицевых масок управляющими компаниями, которые обслуживают новоквартирные жилые дома. Необходимо проведение дезинфекции в подъездах жилых домов. Кроме того, на придомовой территории они должны обрабатывать детские площадки, спортивные сооружения, скамейки. То же самое касается остановок, общественного транспорта и парков. Вот как это было в апреле-майе. Сегодня же рядовые красноярцы-бизнесмены расслабились и почти перестали соблюдать элементарные правила безопасности. Кто-то уже смело отмечает праздники в большой компании, а вот велопрокатчики. Им пока не разрешали работать. Более того, у предпринимателей нет даже договоров с администрацией парка. Тем не менее, владельцы велосипедов и роликов бойко сдают их в аренду. И тоже порой игнорируют меры безопасности. Инвентарь не обрабатывают сами без масок. Отдыхающих это не сильно смущает. Мы что-то все уже ничего не боимся. А почему? Мы что-то по первости боялись, а сейчас ничего уже не боимся. А мы что не боимся? Есть салфетки влажные с собой, и все с собой, как бы не страшно. Итог расслабленности и беспечности в цифрах статистики. Только за июнь выявили больше 2500 новых случаев. При этом выздоравливают гораздо медленнее. Врачи объясняют, во-первых, коронавирус обостряет уже имеющиеся хронические заболевания. Во-вторых, некоторым требуется серьезное восстановление. В итоге курс лечения может растянуться на месяц. Мы сейчас видим, что и молодые люди попадают к нам уже в поздние сроки. Пытаются ставиться с инфекцией дома самостоятельно. Но попадают в крайне тяжелом состоянии. Мы вынуждены их госпитализировать в отделении интенсивной терапии и анимации. И возрасти переинфицированных самые разные. Больше всего случаев заражения среди людей от 30 до 49 лет. Судя по цифрам, в группе риска и дети выявлено больше 30 младенцев с диагнозом коронавирус. Подростки и, конечно, много больных среди пожилых. Люди обращаются с клиникой острых респираторных инфекций. Делают им компьютерную томографию или рентгенографию и выявляется пневмония. Это является особенностью коронавирусной инфекции. Пневмония развивается вроде как среди полного здоровья. Буквально на третьи-пятые сутки. Человек с коронавирусной инфекцией заразным является за 48-72 часа до появления первых симптомов. Сейчас по краю оборудовано 48 ковидных госпиталей. Свободных коек в регионе меньше половины. А в Красноярске на конец недели свободны 20%. На место выписавшихся тут же поступают новые пациенты. Риск оказаться в больничной палате снижает простое правило. Носить маску, мыть руки, соблюдать дистанцию. Только выполняют его далеко не все и не везде. Контролеры надеются призвать людей к дисциплине не уговорами, а более жесткими способами. В связи с выявленными нарушениями мы у вас маршрутную карту забираем, автобусы маршрута снимаем. А все потому, что пассажиры в салонах ехали без масок. Сейчас ежедневно проверяют автобусы. Кондукторы обязаны следить за тем, чтобы люди в салоне были в респираторах. После очередного рейда с маршрутов сняли 30 автобусов. С перевозчиками проведут беседу, повторится подобное еще раз, накажут рублем. Если человек отказывается надеть маску, то вплоть до остановки автобуса. Самое здесь, что такое печальное, то есть это то, что сами экипажи, некоторые не соблюдают масочный режим и в автобусах находятся без средств индивидуального защиты. Если человек отказывается надевать маску, на сегодняшний момент, насколько мне известно, в рамках этих мер штраф от 1000 до 30 тысяч рублей. Поэтому тут я думаю, что вопрос финансов очень часто и сильно дисциплинирует безответственных людей. И пассажиров уже начали штрафовать. Возможно, для кого-то это единственный способ задуматься о своем здоровье. А сейчас к другим темам. На предстоящей неделе нас ожидают два события, связанных с Великой Отечественной войной. В понедельник, 22 июня, День памяти. Он начнется с возложения цветов и венков к Вечному огню у Мемориала Победы. А в 16.15 в память о погибших во время Отечественной войны будет объявлена минута молчания. А 24 июня в Москве пройдет парад Победы. Именно в этот день, но 75 лет назад, в 45-м, по Красной площади шли победители. Но из-за коронавирусной инфекции парады пройдут в этот раз не везде. Что будет происходить в Красноярске в эти дни? Сейчас мы об этом и узнаем. На связи со студией Виталий Богомазюк, советник руководителя администрации губернатора Красноярского края. Здравствуйте, Виталий Иванович. Здравствуйте, Ян. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Виталий Иванович, я так понимаю, что Красноярск не вошел в список тех городов, где будут проходить парады и торжественные шествия? Совершенно верно. Единственный город в Сибирском федеральном округе, где проводится военный парад, это город Новосибирск. Вот 22 июня, День памяти. Вот в чем можно поучаствовать? Традиционно в этот день мы вспоминаем павших в Великой Отечественной войне. В России, как вы помните, есть такая акция «Свеча памяти». Мы собирались в 4 утра, зажигали свечи, вспоминали о наших соотечественниках. В этот день волонтеры победы зажгут «Свечи памяти». Кроме того, каждый житель края может присоединиться к акции «Свеча памяти» в онлайн-формате. Специально для этого создан ресурс «День памяти.рф». Есть интересная особенность. В этом году каждая «Свеча» будет, так скажем, конвертирована в живые финансовые средства. И, по сути, тот, кто зажгет «Свечу», он сделает свой вклад в помощь ветеранам. А 24 числа? Вот к чему можно будет присоединиться? В чем можно будет поучаствовать? Понятно, что массовых мероприятий у нас не будет таких больших. Мы получили обратную связь после 9 мая от жителей края. Всем очень понравилось то, как выступали агент-бригады, поднимали настроение. Это тоже традиция, которая зародилась в этом году, будет продолжена и 24 июня. Мы сделаем акцент на поздравлении ветеранов. Агент-бригады заедут во дворы, где проживают ветераны Великой Отечественной войны. Ну и также все жители, я думаю, большинство жителей смогут увидеть это. Кроме того, планируем парад ретроавтомобилей. Интересная акция «Марш Победы», когда в наиболее любимых местах отдыха горожан и жителей края, по краю тоже эта акция широко пройдет. Будут играть военные оркестры, оркестры муниципальные, оркестры организаций. Есть ряд мероприятий, которые, скажем так, могут стать сюрпризом. Приятным сюрпризом для горожан я бы рекомендовал дождаться 24 июня и посмотреть все своими глазами. То есть сохраняете все равно интригу, так или иначе, да? Небольшую, небольшую интригу сохраняем, да. Безусловно, мы рекомендуем соблюдать социальную дистанцию, масочный режим, те ограничительные меры, которые рекомендованы Роспотребнодзором. Спасибо большое, Виталий Иванович. На связи со студией «Итогов» был советник руководителя администрации губернатора Красноярского края Виталий Богомазюк. Ну а далее в выпуске. Почем жилье? Рынок недвижимости, несмотря на какую пандемию, оживает. Что происходит с ценами на дачи и квартиры, расскажем в следующей части программы. Возвращаемся к итогам. Рынок недвижимости потихоньку оживает. Например, во время пандемии в Красноярске резко врос спрос на дачные участки и дома. Как уверяют эксперты, несмотря на кризис, сейчас сложилось довольно удачное время для покупки жилья. Как эпидемия повлияла на стоимость квартир и домов и стоит ли сейчас покупать недвижимость? В этих вопросах разбиралась Екатерина Гренаж. Ну вот люди хотят видеть вот такое решение уже готовое. Качественный ремонт, хороший кафель, хорошая сантехника. Ничего не меняется, заехать и жить уже там в ближайшие лет 10 и думать о ремонте. Планы красноярцев на покупку жилья карантин не порушил, а только немного отодвинул во времени, говорит эксперт по продаже недвижимости Александр Конихин. Квартиры покупают, несмотря на кризис и особенно вырос спрос на новостройки. Такое время называется окно возможностей. Почему? Потому что сейчас на рынке есть все. Есть определенный спрос, те, у кого около 70% уже населения осталось при работе, возможности эти сохранились. Квартиры достаточно, предложений достаточно. При этом на рынок он такой очень спокойный, нет никакого ажиотажа. Спрос на рынке новостроек подстегнула реализация госпрограммы льготной ипотеки. Люди уже получают кредиты на новостройки на льготных условиях. Стоимость займа 6,5% годовых. Разницу между рыночной ставкой кредитования и льготной субсидирует государство. Причем работает поддержка не только для заемщиков, но и для строителей. Они смогли поднять цены на квартиры и продолжить работу в кризис. За последние месяца три строители подняли уже цены на процентов, наверное, на 15. Спрос есть. С чем это связано? Это связано с ипотекой, с господдержкой. Сейчас она вышла. Ее очень активно используют. Эксперты отмечают тенденцию. Люди активно начали инвестировать в недвижимость свои накопления. У кого сбережения в рублях, берут квартиры малой площади, чтобы сдавать в аренду. Те, у кого был долларовый капитал, стали покупать и дорогие квартиры и коттеджи стоимостью от 6 до 13 миллионов рублей. Раньше эти объекты продавались годами. Жилье на вторичном рынке люди тоже покупают. И хоть там не действует ипотека с господдержкой, но условия для покупателя все равно приемлемые. Цены не растут. И банки предлагают разные программы кредитования по сниженным ставкам. Нельзя не отметить снижение процентных ставок, причем не только по госпрограммам, но и вообще в целом даже на вторичный рынок ставки снижаются. Банки продолжают конкурентную борьбу за своего клиента. При этом нельзя не отметить, что требования к заемщику в связи с пандемией последними несколькими месяцами стали достаточно жесткими. И по-прежнему достаточно сложно самостоятельно получить кредит. Примерно 30% покупателей не смогут получить кредит и купить жилье из-за кризиса, прогнозируют эксперты. Вот какие будут последствия пандемии. А еще к осени эксперты ожидают, что на рынок выйдут так называемые дефолтные квартиры. Это ипотечное жилье должников, которое недорого будут продавать банки, чтобы погасить займ. Будет свободное предложение и умеренный спрос, поэтому резкого скачка цен на квартиры и в будущем не ожидают. Чего не скажешь о рынке загородной недвижимости. Сейчас там пик спроса. Так дорого и так быстро, как в этом году дачи еще не продавались, говорят риэлторы. Спрос действительно большой. Специалисты вообще говорят, что дачи в этом году разлетаются, как горячие пирожки. То есть бывает, не успеваешь выставить и уже она продана. Те, кто охотится за дачами, они просто могут начать звонить, им говорят, продали, продали, продали. Ну, это определенный сегмент дачи. Как бы не все дачи продаются так быстро. Конечно же, очевидно, что люди поняли буквально за одну неделю марта, что сидеть в квартирах невозможно. И в нашу информационную службу, которая есть у СНТ, постоянно звонки раздавались с десятками в день даже. Есть ли какие-то участки, продаются или не продаются. Ну, процентов на 20-25, мне кажется, что стоимость увеличилась у всех участков, у дач и так далее. В основном дачи берут не для того, чтобы работать, а чтобы отдыхать от городской суеты на свежем воздухе. Особенно остро это желание проявилось у многих в период самоизоляции. Я далека от грядок, огорода. Мы посадили так, на пробу маленько. Наша основная цель – это для детей, чтобы они были на самом деле на воздухе и зимой, и летом. Да, мы планируем здесь полностью жить. Неожиданно, но недвижимость оказалась едва ли не в пике самых востребованных приобретений у красноярцев в кризис. Кто-то решал жилищные проблемы за счет госсубсидий, кто-то инвестировал деньги для сохранения накоплений. И если покупка квартир сейчас по-прежнему остается выгодным вложением, то с покупкой дачи загородных домов эксперты советуют повременить. К осени на рынке загородной недвижимости спадет ажиотаж, и не исключено, что продавцы снизят цены. И в завершение еще об одном важном событии недели. Сегодня в России отмечают День медицинского работника. Так уж получилось, что в этом году праздник пришелся на непростое время из-за пандемии коронавируса. Больше пяти тысяч медиков Края круглосуточно работают в инфекционных госпиталях. Но мы уверены, наши врачи со всем справятся. Это отметил и в своем поздравлении губернатор Александр Ус. Вот что он пожелал всем медикам Края. Сегодня в медицинских организациях Края работают свыше 70 тысяч человек. И каждый на своем посту делает все, чтобы жители Красноярья были здоровы. Я хочу сказать спасибо за преданность делу ветеранам здравоохранения и их молодой смене. Дорогие друзья, благодарю вас за труд. Он сохраняет людям жизнь и хорошее самочувствие. Дарит радость и уверенность в будущем. Желаю вам добрых событий и новых профессиональных успехов. И, конечно же, благодарных пациентов. Будьте здоровы. Будьте счастливы. И наш телеканал тоже поздравляет вас с профессиональным праздником. Дорогие наши люди в белых халатах и защитных костюмах. И спасая жизни других, все же берегите себя. Будьте здоровы. С праздником вас. На этом у меня все. С вами был Ян Гербешов. Всего доброго. До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok